друзья мои всем привет сегодня видео будет про то как я сделал этот самый душевой поддон от самого его начала и до завершения поехали в этом месте мы будем делать душевой поддон вот такая вот красота у нас должна получиться а вот он душевой поддон со стеклом на данном этапе у нас изготовления душевого поддона протяжка канализации к душевому поддону колдуем над перед городкой делаю перегородку из профиля 27 на 28 устанавливаю профиля 27 на 60 эта перегородка нам будет служить также дополнительной ниши в которую мы разместим все наши сантехнические коммуникации и все это из-за того что вот здесь у нас есть выступ который мы никуда не сможем деть только закрыть ну и принципе и там очень удобно вот эти трубы и спрячется зашили с обратной стороны душевой поддон гипсокартоном почему я зашел только с одной стороны а для того чтобы можно было здесь спокойно заливать предварительную стяжку вывести на какой-то там уровень уровень пола ну примерно где-то вот на уровне данной данного трапа ну может чуть пониже а потом мы будем зашивать все полностью мне еще нужно будет отсюда протянуть где-то питающий капель для теплого пола потому что здесь будет теплый пол в дышевом поддоне и после этого уже я буду устанавливать маяки и окончательно делать уклон трап из этого соответственно потом тоже подошьется гипсухой кто сомневается в том что конструкция это надежно и жесткая то сначала попробуйте сделать такую конструкцию потом поскакать на ней и вы сами все поймете а теперь переходим к заливке пола сейчас надо все здесь прибраться грунтануть и залить предварительное основание для нашего поддона поехали дальше а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, для начала нам нужно замерить длину от трапа до стенки Это где-то у нас 154 сантиметра Так, и теперь нам нужно задать уровень Так, по лазерному нивелиру С помощью угольника мы определяем высоту Здесь у нас 19,2 И соответственно вот на эти полтора сантиметра Я делаю где-то уклон Пару сантиметров Ну, значит 19,2 И должно у нас подняться там Где-то на 17,2 Ну, то есть на 2 сантиметра Так, здесь вот я сделал Отметку Вот они крестиком отмечены, две отметки Сюда сейчас я засверлюсь Смотрите, как плотно, короче, стало наше основание С керамзитом перемешанное Керамзит перемешанный с ЦПС Поэтому, я думаю, придется это все-таки сверлить буром Бур, шестерка для дюбелей И для саморезов Для чего мне нужны саморезы? Смотрим дальше Поверли Так, теперь нам нужно сделать что? Теперь нам нужно закрутить этот саморез На ту глубину, на которую нам нужно установить маяк То есть, так, 17,2 сантиметра Это у нас будет 2 сантиметра выше, чем уровень трапа Ну, так как у нас маяк самодит шестерка Значит, нам нужно будет на 6 миллиметров Его закрутить поглубже Так, загоняем Ну, вот так вот, такой размер И с этой стороны тоже Ну вот, 17,6 здесь И теперь, 17,6 здесь И теперь, для чего нам нужно было правило Берем правило, ложим его на трап И с другой стороны мы ложим его на этот саморез Тем самым у нас получается вот такой вот уклон Что ж, это еще не окончательный вариант Сюда сейчас мы должны установить маяк Маяк будем устанавливать металлический Шестерка с этой стороны и с той стороны И это у нас будет 2 направляющие Для потом По которым мы будем вытягивать Правило У нас уклон Продолжение следует... Итак, произвел укладку Теплого пола в душевой кабине В душевом поддоне Сейчас нужно будет проверить его Как он работает или нет И уже приступить непосредственно к заливке самой Стяжки по уровню с уклоном к трапу Короче, опять используем китайский теплый пол По моей технологии По моему принципу монтажа Все Двигаемся дальше А сейчас проверим Как работает наш теплый пол Берем кабель Подходящий Зачищаем Раз-два Три-четыре Розетка Которая работает И подключаем ее сюда Хоп Хоп-хоп-хоп Разогрев пошел Вот Достаточно просто подключить кабель К розетке И можно будет проверить Работать теплый пол или нет Все Теплый пол работает Температуру набирает замечательно Следовательно Можно Можно и нужно заливать Все Все хорошо Все Вот таким вот образом Проверяем Как работает наш теплый пол С помощью розетки И все Больше нам ничего не надо Даже при отсутствии термостата Классно Поехали дальше Итак После высыхания нашей стяжки Удаляем маяки Подшили гипсокартон С двух сторон Сделали стяжку Теперь мы будем убираться Грунтовать Замазывать штробы И потом уже будем делать гидроизоляцию Нашего душевого поддона Пока это все на этом этапе Останавливается Потому что нужно сделать уборку Уборку во всей комнате И загрунтовать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ну что ж Результат налицо Про как работает и как все это будет функционировать Я вам покажу уже в обзорном видео По этой ванной комнате На этом все Душевой поддон у нас готов Всем спасибо за внимание До новых встреч на новых видео Лайк, подписка и комментарий приветствуются Все, пока-пока